Снега ульяновски в эту зиму выпало очень много и, конечно, его собирают в меру сил и способностей, а также возможностей и складировать, например, в дворах жилых домов. Но что делать, когда во дворе образуются вот такие терракотовые кучи? Куда и как их вывозить? Где складировать и как утилизировать? 20-20 тонн грузовиков, 4 бригады ежесуточно чистят ульяновские улицы. За смену успевают сдать около трех. Снег складируют временно на две официальные площадки, а потом вывозят на семь. Тоже официальных, но уже постоянных. Соответственно, распоряжением главы городом для складирования снега. На постоянной основе мы используем наши полигоны мусорные, куда складируются стыбовы. Они подготовлены для принятия снега. Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос хранения городского снега во враге у поселка Сельць, где каждое лето тлеют отходы древообрабатывающего производства. По плану здесь собираются размещать только чистый снег, который, растаяв весной, насытит почву влагой. А этой влагой, пока еще замерзшей, сложенной на границе одного микрорайона, насытится с приходом теплых дней другой жилой массив, расположенный ниже. Кто-то очень сметливый, но не совсем честный догадался свести снег и складировать его на склоне микрорайона Репина. Там внизу поселок Мостовая Слобода. Когда эти и другие глыбы растают по весне, все это хлынет в свиягу. А здесь не просто снег. Здесь и смесь песка и соли, и реагент, которым обрабатывают наши городские дороги. Мостовая Слобода в этом году подготовилась. Почистили старые арыки, отремонтировали сливные желоба в расчете на многоснежную зиму. Однако это не повод наваливать снег куда попало – в обход законов и нормативов. А вот еще одна точка на карте города, где хранение снега не предусмотрено – Самарская, 23. Неожиданно нашей съемочной группе заявляют – снег здесь нужен. Мы просили летом, нам сказали, зимой сделают горку. Нет, а что лучше, у нас дети ходят на горку нового поколения, две дороги. Больше здесь горок нету. Санта-Барбара, там Александрский парк, правильно идет? 200 рублей горка. А чем вы это не заинтересуетесь? Что сейчас у нас снег платный стал? Груженные снегом Камазы делают горку бесплатную. Помощь оказывает председатель Ульяновской городской думы Илья Ножичкин, говорит Ольга. Нашу съемочную группу почему-то принимают штыки. Неожиданно появившийся мужчина предъявил корочки гордумы. На просьбу развернуть документы, познакомиться – ретируется. Вас как зовут? Меня? Миша. У вас так написано в удостоверении? Какое удостоверение? Вы сейчас показали гордумы. Нет, это вкладыш просто. Я бы в доме печати купил его. А, ну понятно. Я бы в доме печати вкладыш купил. А зачем тогда вам показывать гордумы? Да просто. Едем в гордуму. Личность Миши так и осталась нераскрытой. Зато стало понятно, почему на Самарской так много снега. Илья Ножичкин поясняет. Ситуация серьезная. На эту землю положили глаз преступные элементы. Собираются строить парковку. Одну попытку захвата отбили. По весне здесь разобьют сквер. А пока – горку. Из чистого белого снега. Там будет горка. Я хочу заявить официально, что никаких парковок там не будет. Мы это не позволим. Горка будет чистая, белая. И дети будут на ней кататься. И чистая горка хорошо. И снежная борьба с незаконным бизнесом тоже неплохо. Вот только уровень решения вопроса подкачал, что ли. Горкой и жители от бандитов могли отбиться. Депутатам подстать работать все-таки в законодательном поле. Тем временем председатель УГД добавляет. В соцсетях идет агрессивная кампания. Мол, снег свозится все-таки грязный. И это на арку тем, кто хочет ставить парковку. Получается, на темной стороне и Минприроды? Вот выдержка из официального релиза. Эксперты Эконадзора зафиксировали складирование грязного снега по адресу Самарская, 23. Параллельно этой истории в городе продолжается снегоуборочная кампания. Контроль за ней не только со стороны власти. Гражданское общество проводит свои проверки. Результаты удовлетворительные. Проезжая часть очищается, но снег сгребается к обочине. И вследствие этого проезжая часть становится гораздо уже. То есть затрудняется движение транспорта. Плюс засыпаются пешеходные переходы. И людям очень сложно перейти с одной стороны улицы на другую. Что же касается снега во дворах микрорайона Репина, управляющая компания уже принимает меры. К началу следующей недели терракоты увезут на официальной площадке. Все по закону. Мы оповестили всех старших по домам, что снег будем вывозить в субботу. Для этого мы повесили объявление на подъезды. Ну то, что нужно транспорт убрать, да? Да, чтобы они освободили нам доступ, дали к этим снежным кучам. Скорее всего, это далеко не последний снег января-февраля 2019-го. И уж точно не последняя зима. Результаты кампании по уборке снега в Ульяновске проанализируют и к следующим холодам и белым мухам скорректируют. Снег на Самарской 23 растает, и его сменят пешеходные дорожки и зеленая зона. Никаких парковок, обещают депутаты УГД. Мы обязательно проверим. Евгений Луков, Кенвера Мещерякова, Алексей Матюнин, Леонид Скомарохов, Иван Демидов, репортер 73.